Политические заключенные или действительно виновные люди? Было сделано все, все адвокатами, чтобы, то есть вся доказательная база прокуратуры, следствие было полностью доказано адвокатами, как недопустимое, никчемное, но тем не менее судья принимает решение, чтобы ему продлить меру пресечения под стражей в СИЗО. То есть логики, кроме как политический заказ, в решении судей не было видно. Напомним, 31 августа под Верховной Радой Украины было жарко. Несколько сотен человек под флагами политических сил вышли на протест против голосования в парламенте. Только объявили результаты голосования, митингующие устремились на милицейский кордон. Однако быстро прорваться не получилось. Завязались многочисленные стычки. В ход пошли камни, брусчатка, дымовые шашки и слезоточивый газ, а впоследствии даже гранаты. Был ранен и более сотни правоохранителей, четверо из них погибли. Через некоторое время мужчину, который якобы бросал гранату, поймали. Кроме него правоохранители задержали еще 30 активистов, среди которых был также сын Анны. Женщина не знает, что делать. Говорит, ее сын пришел в Верховную Раду только чтобы выразить свое мнение без какой-либо агрессии. Зато его задержали и держат под стражей второй месяц. У нас в стране судят людей, патриотов, которые своей кровью заслужили право выражать свою гражданскую позицию. А теперь этих патриотов судят без права вообще на защиту. Вот это меня больше всего убивает. О нарушении прав человека в отношении задержанных во время событий под Радой говорят и правозащитники. Нарушение всех фундаментальных гарантий прав человека Европейской конференции с прав людьми. Потому что таких нарушений и при задержании, и дальше в судебных процессах, даже я, много лет практикующий адвокат, очень давно не видела. Очень давно. Мало того, что при задержании ребят, как животных, везли в РУВД в багажниках, их избили. Мало того, что там на них оказывается серьезное давление. Но у нас просто удивительные суды, которые проходят по этим ребятам. Насколько есть обоснованным задержание и возбуждение уголовных разбирательств против митингующих 31 августа, неизвестно. Вот только семьи задержанных и адвокаты отмечают. И прокуратура, и судьи не хотят, то ли не могут объективно смотреть на конкретные некие нужные дела. По внешним данным, мы хотим, чтобы там не...